добрый день понедельник 25 июня я обещала провести прямой эфир в 12.00 подтягиваемся собираемся друзья тут наверно как-то можно закрепить тему да я попробую так как ее закрепить так так друзья я не знаю как закрепить тему не знаю может быть написать комментарий про молоко вот опубликовала я комментарий но не знаю по моему как тема он не закрепился ладно в следующий раз разберусь друзья пока подтягивайтесь я немножечко туплю как всегда блондинка тема эфира как я обещала это продолжение эфира про молоко первая часть долго долго на снарочно полтора или два было с русским молоком где анна как представитель от русское молоко отвечала на ваши все вопросы касающиеся именно производства молочной продукции технологии производства молочной продукции все такие вот тон тонкости до касающиеся технологии маркетинга производства были в прошлом эфире освещены все эти вопросы первую часть эфира мы уже выложили на youtube канал по ссылке в профиле моем вы можете перейти на мой канал на ю тубе и посмотреть первую часть эфира мне кажется что она была очень интересно очень информативно и объективно то есть мы не ставили перед собой задачу продвинуть какого-то конкретного производителя напротив мы довольно объективно пришли к выводу что большинство производителей молочной продукции которая представлена на нашем рынке в магазине да именно в магазине крупные заводы производители они не занимаются фальсификации их товар качественный и безопасный это был такой вот мини итог а сегодня я буду рассказывать больше наверное ну со стороны нутрициолога по нутритивной ценности молока и молочных продуктов и отвечу на ваши вопросы конечно в первую очередь в том числе касающиеся всех мифов и страшилок которые вокруг молока и молочной продукции существуют пока подтягивайтесь собираетесь небольшая информация очень много в директ сообщений вопросов относительно детокс плана которые я разработала и который сейчас в продаже понижение цены не будет друзья больше того спрос чуть-чуть даже превысил наши ожидания поэтому цена останется такой какая она есть надо токс план единственное что я решила сделать это поощрить тех кто в прямом эфире в прямом эфире и те кто напишет мне на почту адрес профиле либо сразу перейдет по ссылке в профиле оставит заявку на приобретение летнего детокс плана так вот в течение двух часов после прямого эфира я дарю скидку на детокс план тем кто напишет течение двух часов детокс план будет продан по цене 3 900 3 900 запомните эту цифру если я скажу вам платите больше вы меня ткнете в этот эфир а а касательно детокс план это семидневный план питания четырехразовый рацион четыре приема пищи все приемы пищи сбалансированы по белкам жирам и углеводам это нестандартная программа питания которую покупаете в интернете это мной лично разработанная план питания рецептура вкуснейшие блюда моя цель помочь похудеть тем кто хочет похудеть помочь изменить формат питания тем кто хочет стать на путь истинный и самая главная цель которую я преследую при разработке планов подобного этому потому что перспективе будут еще планы еще программы самая главная цель чтобы человек перешел на правильное питание да на добрую старую сторону жизни и остался на ней с удовольствием и с ощущением того что это действительно его системой она работает то есть моя задача это чтобы человек забыл что такое срыв диетический что такое желание съесть вкусняшку я хочу чтобы вы вы поняли для себя и осознали что правильная система питания это когда вы отлично выглядите отлично выглядите при этом едите вкусно вкусно да потому что на диетах в основном случаются срывы из-за того что вам невкусно потому что ваши рецепторы не удовлетворены потому что эмоционального удовольствия от еды вы не получаете максимум что вы получаете это какое-то насыщение исключительно но эмоции это же очень важно так вот этот детокс план детокс меню летние рассчитано на то что вы будете стройнеть и вместе с тем от каждого приема пищи вы будете получать феерическое количество удовольствия удовлетворения и соответственно ни на какие вкусняшки ни на какие там любимые ваши фастфуд изделия вас не потянет так что вот кто в течение двух часов напишет замороз тому скидка переходим к нашей теме друзья сразу сразу да так забегая вперед я готовил очень много материалов я не технолог молочного производства я не не химик не микробиолог поэтому если меня вдруг слушают или смотрят специалисты я сразу приношу извинения за возможную какую-то да вот профессиональную безграмотность и здорово если вы мне потом напишите может быть где-то что-то подкорректируете подскажите поможете я потом эту всю информацию обработаю и соответственно в формате постов или может быть также в эфире своим читателям которые заинтересованы в качественной подаче информации обязательно всю эту информацию буду озвучивать сегодня я хочу значит сделать акцент во первых на страшилках которые вокруг молока существуют и конечно ответить на ваши вопросы но вопрос очень похожи в основном все одни и те же до страхи ребят давайте вот сразу я сделаю акцент на чем я писал уже пару постов да не пару но постов мне же постоянно приходит директ прокомментируйте а что вы думаете кто-нибудь звезда какая-нибудь какая-нибудь певица какая-нибудь известная мама блогер мама сыроед обязательно раз в день у кого-то в ленте промелькнет вот такой вот душераздирающий пост как правило они все очень похожи на тему того почему я отказалась от молока и как мне здорово теперь с этим живется и давайте вы отказываетесь потому что молоко первое да прям зачитываю что пугает гормоны гормоны в молоке инсулиноподобный фактор роста в молоке эстрогена тоже все в молоке в общем антибиотики гормоны и все это нас пугает соответственно нам везде на нас везде сливается поток информации о том что употребляя молоко и молочные продукты ну самое безобидное что с нами происходит это мы мы отекаем нас заливает у нас слизь образуется у нас отеки у нас целлюлит мы не можем похудеть набираем вес тоже из-за творога до доходит до того что все раковые заболевания все онкологии все аутоиммунные процессы это соответственно тоже все-все-все виновата молоко во всем вот это мы все читаем ежедневно кто подвержен этой информации вообще кто у нас из из потребителей самая такая вот чувствительная их чувствительная вот аудитория это пожилые люди это дети на на кого да очень легко воздействовать рекламе и маркетингу да то есть это вот наши бабушки которые открывают дверь продавцам утюгов и кирби и всяким там свидетелям и так далее отдают последние да то есть люди с такой психикой подвержены до внешнему воздействию и следующая категория людей на которых очень легко воздействовать прибегая к помощи манипуляции чем занимается реклама и определенные пропаганды да на что направлены это мамы молодые и будущие женщины почему потому что в нас вот обостряется вот этот инстинкт материнский и соответственно мы начинаем очень сильно переживать за ребенка переживать за себя потому что от нашего здоровья во многом зависит здоровье нашего ребенка и конечно вся эта реклама все это проходит через нас она нас направлена да то есть едва ли там ваш муж прибежит с работы начнет в панике там кипишовать кричать что там молоко в молоко добавляют антибиотики гормоны все пить нельзя мы умрем а вот мамочки обязательно вот это все все это через себя пропускают во все это верят потому что у нас все это обостряется я по себе помню да то есть вот будучи специалистом работая с мамами каждый день объясняя людям да и сама логически все понимаю но тем не менее вот этот вот первый год особенно вот когда элина только родилась и у нас начинался прикорм боже как я носила с этим прикормом девочки это вот вот я сейчас людей учу но я-то сама понимаете вот головой ты понимаешь а когда вот это касается твоего ребенка вот ну дайте знать лайкните если понимать о чем то есть головой ты понимаешь ты подружки объясняешь соседки объясняешь клиентки объясняешь а у самой все вот шторы просто на глазах когда это касается твоего ребенка то есть под лупой все изучаешь все поддаешь вот и какому-то анализу и и конечно это очень сложно маме маме сохранить какую-то здравомыслия и с таким холодным достаточно подходом да трезво оценить где правда где ложь мы живем чувствами и соответственно вся эта информация в ряде молока она направлена на наше чувство заметьте как правило все а эта подача идет через детей через детей через детей то есть все где прозвучало слово ребенок уже соответственно у мамы глаз начал дергаться а вдруг правда а вдруг правда а лучше не буду а лучше не буду поэтому я всю тему с молоком и молочными продуктами чай уже очень давно изучать буду дальше вот прямо сейчас подведу итог и скажу может кто-то даже слушать дальше не будет кашь но все вот на самом деле ничего вредного в молоке и молочных продуктах однозначно нет однозначно нет и когда вы отказываетесь от покупки обычного молока в магазине любого производителя имеется ввиду крупного производителя я только за производственное молоко и вспоминаете эту информацию что там якобы антибиотики какие-то добавки и так далее ставите его на полку и предпочитаете соевое молоко ну вот подумайте сами во первых состав этого соевого молока вы почитаете его но даже если вы найдете натуральное свое молоко еще взяли что оно полезнее но с чего но с чего вы взяли вот взять не знаю вашу прабабушку деревне вот всю жизнь которая росла на молоке выросла на молоке и дети и правнуки все росли на молоке привезите ей соевое молоко вот вот ну 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 просто привезите вспомните ну ну кто откуда ну что вы ребят ну о чем но о чем о чем мы говорим да тут же сразу подводя вот к этому безумному китайскому исследованию на чем мы говорим лактазная недостаточность которой все так боятся в россии ее по статистике по данным клинических лабораторий порядка 16 процентов людей в россии не ну в средней полосе широте и европейской это имеется ввиду и все страны снг только 16 процентов людей примерно страдают не прямо непереносимостью лактоз 16 процентов 100 процентов китайцы 1 процента среди галатцев 1 процент и и по-моему шведы и датчане очень хорошо переносит 84 процента россиян переносит мы так называемые мутанты нас природа наделила эволюционным преимуществом по сравнению с теми же китайцами которые не переносят молоко с коренными жителями америки которые не переносят молоко у нас был появилась эволюционное преимущество человек получил возможность не бегать за мамонтом убивать разделывать и жарить на огне а подойти корову выпить молоко получить весь необходимый ему нутриентный микро нутриентный состав плюс еще витамин d не просто так животноводство стала распространяться в тех тех регионах где нехватка ультрафиолета не просто так вы понимаете природа предусмотрела все она все сделала для вас не соевое молоко она 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 россиянину да там подсунула не соевые бобы а животновод животноводство и в том числе вот как раз продукт его молоко еще раз я ни в коем мере не против ни кокосового молока я его сама люблю обожаю его использовать в кулинарии не против соевого не против овсянового это все прекрасные замечательные продукты для разнообразного питания но это не замена обычному молоку когда даже я в своей работе с клиентами занимаюсь индивидуализацией рациона я учитываю в своих рекомендациях даже даже место проживания корни потому что это все очень сильно влияет у китайца одна система питания его организм хорошо справляется с перевариванием одних продуктов питания у россиянина у нас совсем другое у того кто живет на севере у скимоса один тип питания у южанина который живет в краснодаре другой тип питания генетически мы с вами настроены на то чтобы наше питание соответствовало соответствовало месту региону нашего проживания конечно мы сейчас все немножко мутанты если вспомните даже наши мамы там рассказывали что раньше когда они выезжали один раз в год куда-нибудь там в дальние страны у них было не сварение желудка потому что другая микрофлора другие продукты соответственно наши микрофлоры их могла не воспринимать да не адаптировалась сегодня когда мы с вами путешествуем каждые 2-3 месяца и нас черти куда мотает у нас вообще как у мутантов по-моему перевариваем все да едва ли кто-то там сильно чем-то страдает ну я имею ввиду продукты питания да я сейчас не говорю про отравление и про кишечные инфекции я именно про переваривание продуктов питания поэтому давайте все таки включать разум и отказ от молочных продуктов он должен быть по крайней мере как-то обоснован не любите прекрасно никто вас не заставляет любить молоко и молочные продукты я кстати тоже не призываю вас употреблять я прекрасно понимаю что ну не нравится не пейте не ешьте ну так и говорите мне не нравится но исключать из-за страшилок это совершеннейшая глупость это преступление против своего организма два варианта при которых можно исключать это аллергия на белок или непереносимость молочного сахара лактоза погнали по по вашим вопросам а нет вот сначала знаете что я скажу поскольку вопросов было очень много однотипных я их так вот сгруппировала и на чем хочется сразу установиться чтобы потом не повторяться итак спрашивали про гормоны в молоке бычий гормон роста так называемый самотропин так вот есть такая страшилка я прям даже вот читаю что я нахожу что он очень сильно влияет на человеческий организм и на рецептор гормон роста человека что в нашем организме он не распадается не усваивается не переваривается и конечно же влияет на все и на рост раковых опухолей это самое страшное давайте вот сразу вот подумаем если бы это было так все бы бодибилдеры все бы качки вот если действительно из молока можно было гормон роста инсулиноподобный фактор роста если бы это все действительно из молока бы продуцировалось бы организм человека то я думаю что все бодибилдеры они бы себе не кололи всякие гормоны и не делали бы себе инъекций а пили бы литрами молоко да и прекрасно бы на нем росли но что-то пока по-моему не продают молоко даже в магазинах спортивного питания так вот очень много я перелопатила информации очень много и не нашла ни одного друзья ни одного клинически достоверного статистического исследования которые бы подтвердила этот миф часто очень путают гормон роста и инсулиноподобные факторы роста да так вот гормон роста запомните запомните он расщепляется и переваривается напрямую ничего в кровоток не поступает больше того да он содержится в молоке это нормально это вообще нормально его никто туда не добавляет специально но 90 процентов примерно его разрушается при пастеризации при пастеризации молока то есть когда мы с вами покупаем молоко если там и присутствует гормон роста он присутствует там просто в таком незначительном количестве которое даже если бы попадала в кровоток никаким никакой биологической активности на наш организм нет нет вообще никакой взаимосвязи так вот асс все-таки если вы скажете но как же быть оставшимися 10 процентами друзья мои все проходит через стенки кишечника печень это процесс метаболизма расщепление белка до аминокислот ничего к вам в кровоток не поступает вывод дальше инсулиноподобный фактор роста это тоже пептидный гормон к слову это тоже тот же пептидный гормон но он производится в печени в ответ на выброс гормона роста производится в нашей с вами печени то есть наша с вами печень его производит и клинических исследований на тему того что употребление молока влияет на повышение инсулиноподобного фактора роста таких исследований нет инсулиноподобного фактора роста 1 в пищеварительном соке нашем с вами ЖКТ намного выше намного выше чем в молоке были проведены испытания на мышках и когда по моему мышкам давали только в тысячу раз превышающую норму дозу инсулиноподобного фактора роста тогда там какое-то незначительное изменение было отмечено проводили испытания на младенцах и тоже никакой взаимосвязи не было замечено нет ни одного научного исследования подтверждающего что инсулиноподобный фактор роста каким-то образом влияет на развитие раковых опухолей друзья нет таких данных и этого не может быть потому что ведутся исследования ведутся испытания над этим работают не какие-то мракобесы над этим работают ученые нет цели ни у кого нас с вами истребить ну нет этой задачи ни у кого ну вы подумайте у кого стоит цель заниматься уничтожением нашим следующий пункт про эстрогены да давайте подумаем штуки эстрогены во-первых да действительно большую часть молока ее дают коровы беременные соответственно содержание эстрогенов у беременной коровы выше в разы это понятно эстрогены это стероидные гормоны они также метабилизируются в печени понимаете то есть все опять проходит через печень это вот кстати для тех кто занимается постоянно чисткой организма вот самый главный чистильщик нашего организма это печень это такой фильтр через который проходит все все плохое отфильтровалось все хорошее осталось так вот биодоступность эстрадиола не более 5% от всего эстрадиола поступающей с пищей примерно столько же организм производит в минуту это я вам цитирую вот такие вот краткие выдержки спамеда специально нашла тоже был произведен эксперимент на мышах и тоже было доказано что никакой биологической активности эти эстрогены экзогенные не имеют пример банальный ну девчонки ну подумайте вот у нас вот по моей практике у меня очень много девушек ко мне обращаются с проблемами менструального цикла очень много сейчас к сожалению женщин у которых женские половые гормоны ну на нижней границе нормы да то есть многих недостаток ну девчонки ну пили бы мы все молоко ели бы творог и у всех были бы прекрасные показатели и эстрадиола и прогестерона что там еще в молоке задержится и не мучились бы мы с вами ну не помогает же так же как и качкам не помогает правда вот включили хотя бы такую бытовую логику и много чего для себя узнали в общем то вот да теперь конкретно по вопросу так я запуталась так вот интересно могут ли быть джулиас бейкерин могут ли быть у двухлетнего ребенка запора от того что он употребляет много молока в нашем случае это примерно пол литра в день друзья первое запора могут быть в принципе у любого человека от любых продуктов питания есть такое понятие как индивидуальная непереносимость это самое важное что касается двухлетнего ребенка я наверное не сторонник таких вот больших слишком доз молока хотя пол литра это два стакана я думаю что вам стоит просто сконцентрироваться на приобретении молока низкой жирности детям маленьким вообще рекомендована молочная продукция пониженной жирности им и творог жирный не дают и молоко жирное не дают и кефир жирное не дают для детей всегда пониженная жирность то есть полтора два с половиной процента потому что ферментная система незрелая и жировую жировую фракцию вот этот жир ребенок может переваривать с трудом поэтому либо разбавляйте водой либо покупайте молоко пониженной жирности так меня интересуют вопросы соматических клетках это было в прошлом эфире она отвечала а также о вреде казино я молоко люблю в чистом виде готовить на нем блины так ли оно вредно и стоит ли отказаться от потребления про вред и отказ я уже ответила по поводу вреда казино такой же миф я не очень понимаю откуда вообще все это полилось что казино это клей казино это медленный протеин это белку белок в молоке он содержится в связанном виде как соль кальция я никакой информации никаких научных исследований на тему вреда казино нет это белок белок также в нашем организме распадает с нами на кислоты более того это очень качественный очень хороший белок казино порядка 80-80 процентов составляет процентное содержание казино в молоке остальное это сывороточные белки взять тот же творог это эталон белка эталон то есть с точки зрения усвоения с точки зрения скорости усвоения это эталон вместе с сывороточный белок и яичный белок никакой информации о вреде казино у меня нет не понимаю чем он может быть вреден просто тип белка вас пугают так как можно в домашних условиях определить качественное сливочное масло у производителя на что обратить внимание если я не путаю в прошлом эфире Анна говорила что это сложно достаточно сделать есть много вот информации о том что заморозьте и хорошее масло должно откалываться после заморозки но насколько я этот вопрос изучала то здесь может быть не очень достоверно этот тест ибо очень много зависит от способа хранения продукта в магазине от способа транспортировки от способа хранения его у вас поэтому я думаю что все таки это все не очень достоверно что должно быть в составе натурального йогурта если на этикетке значится нормализованное молоко сухое обезжиренное молоко пектин и закваска то это уже не натуральный йогурт тоже в прошлый раз ответили что это натуральный йогурт ну ничего не натурального в нем нет ну смотря что вы ожидаете от йогурта нормализованное молоко это молоко обученное которое нормализовано по жирности сухое молоко добавляют в любые йогурты кажется это делается для поддержания определенной нормы сухих веществ в продукте питания то есть это нормы пектин это загуститель совершенно природный натуральный закваска это закваска конечно мы все рассчитываем что в натуральном йогурте не будет ничего кроме молока и закваски в идеале найти такой но добавление пектина ничего криминального тоже нет так Вики Винкин в молоке содержится гормон который повышает уровень эстрогена и плюс коровом коле для увеличения лактации как с этим быть ну в принципе я уже на этот вопрос ответил на него отвечала Анна насколько я понимаю что в молочной промышленности целесообразности в том чтобы увеличивать лактацию коров с этой целью чем-то их накалывать нет насколько я поняла что этим никто не занимается возможно занимается при производстве мясной продукции но в молочной промышленности нет после пастеризации остаются ли хоть какая-то польза в молоке и молочных продуктах да остается друзья вот здесь этот вопрос я тоже немножечко изучила значит у нас есть пастеризация есть стерилизация есть ультрапастеризация вот давайте теперь сразу разницу вообще мне не нравится когда у меня спрашивают полезно ли молоко какое молоко полезнее фермерское или молоко магазинное я категорически против фермерского молока сегодня почему потому что для меня как для нутрициолога самый главный вопрос на который я отвечаю это не про пользу потому что польза понятие очень субъективное вообще любого продукта питания вы знаете что я не демонизирую вообще никакие продукты даже сахар да да я считаю что это страшнее гораздо вот этот вот шум и паника вокруг сахара чем сахар вот ну это тема другого эфира но я за безопасность вот а безопасность это объективный показатель безопасность да и промышленное молоко оно безопасно а фермерское небезопасно когда вы берете на рынке молоко вы вообще неизвестно что берете чтобы избежать возможного заражения инфекцией вам нужно это молоко минут 40-45 кипятить а то и час и тогда в нем точно после кипячения ничего не остается теперь как производит промышленное молоко пастеризация это мягкий способ вообще производства молока такое молоко долго не хранится 3-5 дней в холодильнике при пастеризации практически все сохраняется то есть потери по витаминам и микроэлементам порядка десяти процентов то есть нас пугают что там теряется все теряется практически все при ультрапастеризации о при стерилизации простите при ультрапастеризации как раз очень хороший способ производства там быстро происходит какой-то секундный буквально нагрев до высокой температуры и все основные полезные полезные витамины микроэлементы они все сохраняются и минералы ну практически все там очень незначительно у меня есть таблицы там буквально потери по-моему больше всего по витамину С и и то они незначительные стерилизация это вот как раз детское молоко оно стерилизованное оно хранится очень долго до полугода это молоко в котором также сохраняются белки жиры углеводы то есть питательная ценность молока сохраняется но да там потеря по витаминам и микроэлементам идет очень значительно но но зато это молоко безопасно сто процентов безопасно для вашего ребенка поэтому бояться этого точно не стоит точно не стоит идеально употреблять пастеризованное или ультрапастеризованное молоко ну на мой взгляд это самый безопасный и самый надежный вот такой вот помощник помощника в плане построения нашего с вами здоровья ну и опять же когда мы говорим про сохранение каких-то питательных свойств мы должны понимать что наше питание разнообразно в целом сбалансировано и молоко мы пьем не только для того чтобы получить кальций там или фосфор или какие-то витамины микроэлементы а прежде всего потому что это отличный продукт это питательный и полезный продукт ну я сейчас не только про молоко я про все молочные продукты говорю прежде всего поэтому ну не стоит так сильно зацикливаться на потере каких-то там витаминов поверьте все это теряется и в процессе приготовления рыбы мяса овощей и так далее если мы будем только об этом думать мы сойдем с ума мы точно сойдем с ума я не думаю что гораздо больше там каких-то полезных веществ в своем молоке которое хранится там год да давайте все-таки сохранять благоразумие так дальше с чего вдруг варить кашу на молоке стало вредно почему коровье молоко тоже стало вредным ну этот вопрос который мне задают постоянно про кашу на молоке у меня есть пост по-моему называется ТТ Калена Коготкова про кашу нижнее подчеркивание про кашу так вот я там говорила что не вредно сочетание крупы с молоком просто при высокой температуре лактоза вступает в реакцию с аминокислотами белков круп и таким образом снижается степень утилизации белков в организме то есть здесь именно процесс когда мы варим на молоке вот он нежелателен ну если вы хотите действительно прям максимально да добиться такого полноценного аминокислотного усвоения скажем да в вашем организме поэтому не варите просто на молоке да то есть чтобы вот лактоза во время варки не соединялась с белковыми фракциями крупы если вы любите именно кашу на молоке ну влите просто теплое молоко уже в готовую отваренную кашу все кстати очень многие даже крупы та же гречка они аминокислоты из нее гораздо лучше усваиваются именно в компании с молоком то есть есть такие группы продуктов питания есть такое понятие как аминокислотный скор и есть такие группы продуктов питания которые хорошо отлично сочетаются между собой именно с точки зрения дополнения друг друга и способствует усвоению одних питательных веществ из других в смысле из одного продукта питательные вещества лучше усваиваются в компании с другим продуктом с его составляющими вот гречка кстати с молоком считается хорошим таким вот союзом это наверное очень близко будет вегетарианцам которые пытаются компенсировать нехватку в рационе полноценных белков путем комбинации двух видов круп или большего количества круп сочетанием крупы бобовых орехов то есть каждый растительный продукт он содержит определенный набор аминокислот и вот для того чтобы им полноценный вот этот набор аминокислот получить они разные группы продуктов между собой сочетают вот поэтому не стоит прям уж бояться как-то каши на молоке если вы хотите прям совсем идеального питания просто имейте это ввиду что лучше молоко вливать уже в готовую кашу по крайней мере вот последние все исследования они доказывают что это будет эффективнее но поймите тоже что наука питание самая молодая наука самая пока еще такая живая и я даже замечаю как у меня какие-то да меняются взгляды на питание и соответственно благодаря тому что я постоянно изучаю и нахожусь в потоке этой информации я узнаю много-много-много нового мне иногда даже бывает совестно перед клиентами с которыми я работаю не первый год и так алена ты полтора года назад вот говорила вот так вот я отвечаю ну понимаешь прошло полтора года я там побывала на несколько конференций пообщался уже с несколькими специалистами изучила 150 тысяч научных источников и исследований они же все живые они же постоянно меняются и соответственно ну мы меняемся вместе с этими данными с этой информацией прокомментируйте пожалуйста исследование Кэмпбелла при котором он кормил крыс казеином коровьего молока это провоцировал рост опухолей печени переставал кормить ими они уменьшались и также мнение о том что молоко вымывает кальций из организма друзья давайте про Кэмпбелла я прям даже не буду плагиатом заниматься вот кому это интересно прям набивайте в гугл китайское исследование критика вот более грамотного разбора этой книги я вам рекомендовать не могу потому что книга сама это ну настолько бред вот я честно говоря ее даже дочитать не могла ну не могла вот хотя мне как было интересно как профессионалу но когда там даже вот не вникая особенно глубоко настолько подтасованы факты настолько вот все из пальца высосано знаете это вот как говорить что на на западе люди больше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями остеохондрозом и все это связано с употреблением конечно животного белка во всем обвинили животный белок да тот же Кэмпбелл простите никто не учел того что что в той же Америке в той же Европе вот это вот западная диета западный стиль питания он не подразумевает качественно сбалансированное питание и качественное употребление качественного мяса качественного качественной рыбы качественных молочных продуктов весь западный мир это фастфуд это фастфуд и поэтому какой смысл вообще говорить о чем-то какой смысл как можно вообще подводить какие-то выводы причем тут мясо причем тут молоко это фастфуд то есть проблема болезни всех современных да проблема западной диеты это не мясо это не рыба это не молоко это фастфуд это отсутствие в принципе качественной пищи посмотрите как питается среднестатистический американец о чем мы говорим и посмотрите как питаются китайцы дело то не в том что в их рационе нет допустим белка животного дело в другом также экология ну смысл проводить ну если эти исследования проводить то они должны быть по крайней мере статистически статистически объективны и условия в которых помещаются люди они должны быть по крайней мере одинаковые ну как можно говорить двое близнецов возьмите один живет в Азии другой живет в Америке как можно эксперименты проводить ведь куча факторов которые оказывают на это влияние когда говорят что вегетарианцы более здоровыми и вот я перешел на веганское питание стал здоровым и молодым бодрым и активным я всегда задаю вопрос вместе с тем как ты отказался от мяса чего ты еще отказался как правило люди отказываются от курения начинают заниматься спортом перестают употреблять алкоголь то есть переход на вегетарианское или на веганское питание он в любом случае как правило сопровождается изменением образа жизни так что 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 про то что молоко вымывает кальций из организма это миф это миф ну нет никакой информации о том что молоко опять же это из темы вот этого остеохондроза который вот как раз такими крупными шагами идет по западному миру друзья мои в основном обвиняют в этом фосфаты но фосфаты в большом количестве содержится во всей переработанной пище на которой весь западный мир живет то есть скорее всего проблема остеохондроза западного мира не в количестве фосфатов которая содержится в молочных продуктах продуктах а в качестве еды которую мы употребляем ежедневно беда в западной диете так называемой так про технологию обезжиривания молока ответила Анна да то есть насколько я тоже вместе с вами поняла что есть процесс нормализации молока и гомонизации правильно молока значит нормализация это когда молоко сепарируется разделяется жировая фракция отделяется и далее смешивают молоко доводя его до определенного процентного содержания жира необходимого поэтому когда мы в магазине видим нормализованное молоко мы не боимся мы берем его спокойно если нам нужно молоко например 2,5% жирности это нормализованное молоко а если мы видим плавающую жирность например 3,2-4 это молоко как раз цельное то есть жирность там может варьироваться потому что коровка дает молоко нестабильной жирности да из под коровы 2,5% не льется поэтому в принципе тот и тот вариант это абсолютно нормально натурально ничем не измененное молоко все зависит от того насколько вам важен именно процент жирности влияет ли молоко и молочные продукты на состояние кожи является ли причиной акне и высыпаний друзья мои акне это признак гормональных отклонений или проблемы с метаболизмом да то есть какой-то метаболический дисбаланс огромная статья про связь молочных продуктов и акне есть у меня на сайте недавно была опубликована по ссылке в шапке профиль Алены Коготковой вы перейдете на сайт где есть статья про акне опубликована не очень так и давно буквально месяц назад так я уже давно не рассматриваю молоко как продукт с какой-либо пищевой ценностью зря добавляю для вкуса все методы обработки практически убивают все что имеется в молоке полезного есть ли в молоке польза как молоко влияет на состояние костной ткани почему в кашу нежелательно добавлять молоко фосфаты содержащиеся в молоке влияют на организм стоит ли их бояться по-моему на все вопросы ответили есть мягкие методы обработки которые практически не изменяют составы молока и в нем остается много очень много полезного на состояние костной ткани отрицательно молоко не влияет нет исследований на эту тему почему в кашу добавлять или не добавлять молоко ответила про фосфаты содержащиеся в молоке вот друзья мои запомните почему творог из творога кальция хорошо усваивается потому что творог это эталон по соотношению кальция и фосфора для того чтобы усваивался кальций должно быть в продукте содержаться определенное количество фосфора так вот в твороге это соотношение идеально для усвоения кальция поэтому не надо бояться фосфатов из молочной продукции надо бояться фосфатов из промышленной продукции из полуфабрикатов из того количества дряни которую мы ежедневно употребляем чем отличается детское молоко от взрослого это маркетинг нет это не маркетинг к производству детского молока предъявляются более строгие требования более высокие стандарты и плюс или минус кто как считает что как правило это стерилизованное молоко вначале я говорила про разницу так про технологии производства данного производителя в прошлый раз Анна рассказывала далее коровам колят антибиотики дают ли гормоны Анна в прошлом эфире рассказала что антибиотики используют при лечении коровы но такая корова помещается отдельно в какой-то изолятор и соответственно это молоко в производстве не используется так про разницу детского обычного ответили карамелька 13 относительно аллергенности козьего молока у ребенка анализа показали аллергию на молоко но сейчас их столько видов если есть на молоко аллергии можно либо хотя бы кисломолочную продукцию так давайте так вот смотрите во-первых у вас может быть аллергия на белок на белок разный то есть козьин содержится и в козье молоке и в коровье молоке но вот смотрите в козье молоке низкое содержание альфа-казеина поэтому если у вас если у вас диагностирована именно аллергия на белок надо понять на какую из его фракций лактоглобулин бета-казеин альфа-казеин то есть там очень много фракций и в зависимости от этого уже подбирать тип молока возможно вам подойдет козье потому что альфа-казеина в нем очень мало то есть у них разные сыворочные белки вот это важно понять дальше если у вас не аллергия а лактазная недостаточность то это другое дело то есть вы или ваш ребенок не переваривает лактозу да то есть отсутствует фермент расщепляющий молочный сахар а здесь уже могут быть варианты лактозы больше всего в коровьем молоке в самом молоке как правило в кисломолочных продуктах лактозы гораздо меньше так в твердом сыре ее буквально следовые остатки поэтому возможно что у вас и вашего ребенка будет отличная переносимость кисломолочной продукции надо пробовать так есть ли разница каким способом получается творог Анна в прошлый раз отвечала на этот вопрос ну вот здесь единственный момент что денатурированный белок вреден друзья вот не нашла информация что он вреден на содержание аминокислот точно денатурация не влияет на содержание вот есть даже информация я нашла что при легкой денатурации даже повышается степень усвояемости белка но я не технолог но по крайней мере я не нашла и технологи мне такой информации не предоставили обожаю молоко но от него вздутие как приучить себя к молоку ну если вздутие то у вас может быть непереносимость лактозы можно попробовать элементационную диету брать молоко на 3-4 месяца а потом начинать очень небольшое количество его вводить буквально там по столовой ложке разбавляя водой но это лучше делать под контролем специалиста если вы хотите задаться этой цели но действительно так и есть друзья у меня очень много было клиентов с непереносимостью лактозы с аллергией даже и мы успешно это преодолели применяя определенную схему то есть это сначала элиминационная диета а потом как прививка как с помощью прививки приучаем организм так так тоже интересует про сыр слышала что он полезнее творога больше кальция друзья в сыре примерно 1000 миллиграмм кальция на 100 граммов на 100 граммов в твороге от 150 до 200 миллиграммов но давайте будем объективно чтобы получить 1000 миллиграмм кальция нам нужно съесть 100 граммов сыра сыр это еще очень жирный продукт для того чтобы получить пол да половину порции вот этой вот сырного кальция нам нужно съесть примерно 250 граммов творога это куда более реально и учитывая что творог не такой жирный продукт поэтому для того чтобы восполнить дефицит по кальцию самое лучшее что может вам предложить нутрициона калина когаткова это сбалансированное адекватное питание без упора на какой-то один продукт в рамках нутрициологии что предпочтительны кефир йогурт простокваш или ряженка ответила выше разнообразное питание почему коровье молоко считается вредным ответила какое лучше давать детям ответила детское безопаснее всего почему на некотором детском молоке пишут с трех лет Анна в прошлый раз отвечала что для того чтобы производить детское молоко должна быть отдельная линия и должна быть определенная сертификация нужно ли кипятить молоко из под коровы и полезнее ли оно покупного ответила оно не полезнее оно опаснее посмотрите сколько вот этих ужасных историй и сколько даже среди моих клиентов люди натыкались на вот этот весь рыночный ферменский творог молоко сама лично сталкивалась поэтому я категорически против молока и молочных продуктов от фермера так с какого возраста малышу можно начинать давать именно молоко после года можно после года Алена интересует ваше мнение о том надо ли отказаться от казины людям с аутоиммунными заболеваниями ваше мнение про я считаю что имеет смысл отказываться от казина тем у кого аллергия а аутоиммунные заболевания к этому отношению не имеют если у вас при аутоиммунном заболевании есть аллергия или есть нефремосимый с лактозой тогда смысл есть можно ли по поведению молока в холодильнике судите его качестве молоко постояло в холодильнике прокисло и получилось простокваша хорошая молоко испортилось стало горьким неплохое не друзья если вы покупаете молоко в магазине то даже лучше и скорее всего оно не прокиснет вначале а прогоркает то есть оно становится таким тухлым горьким каким угодно дело в том что при в процессе пастеризации большинство кисломолочных бактерий они погибают а вот масляно-кислые выживают и соответственно в холодильнике они начинают свою жизнедеятельность вести дальше вот и если они развиваются эти бактерии то соответственно молоко и прогоркает поэтому не должно в принципе оно не обязательно оно должно прокиснуть абсолютно не обязательно масляно-кислые погибнут только при стерилизации вот а если развиваются молочные кислые то соответственно жизнедеятельность масляно-кислых приостанавливается так друзья у нас еще осталось пять минут наверное пока меня не вырубит инстаграм сейчас же у нас я сейчас быстренько почитаю если были какие-то важные вопросы чтобы когда нас вырубит я заново включусь и отвечу на оставшиеся вопросы возможно успеть успею еще на ваши ответить сейчас я бегленько прочитаю так 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 из костей вот существует что не калий вымывается ксения а вымывается кальций ну я уже ответил да 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 если у ребенка аллергия на молоко не пить молоко про йогурты которые хранятся в месяц ответила что ну добавляют стабилизаторы и это в этом ничего страшного нет нет калорий считать на пп не нужно вот кстати о моем диет плане который вы купите там никакого подсчета калорий нет вы вообще будете свободны от подсчета калорий от зацикленности на калорий на калориях и при этом будете прекрасно выглядеть и даже худеть то есть моя система она как раз и подводит женщину к тому что не надо считать не надо доводить себя до расстройства пищевого поведения когда ты нервно считаешь все калории нужно просто грамотно выстраивать свой рацион чувствовать свое тело и уметь подбирать правильно и компоновать между собой нутриенты вот чего я чему я пытаюсь вас научить чтобы вы не зацикливались потому что это неправильно это не работает потому что организм ваш не создан для того чтобы считать калории чтобы постоянно думать сколько граммов этого ответить сколько граммов того ответить вы должны жить в согласии со своим телом когда вы начинаете подводить вот эту всю математику под ваш рацион питания в результате вы не получается ничего кроме расстройства пищевого поведения поэтому вот эти все программы которые нацелены на подсчет калорий и достаточно скудны по выбору продуктов они не приводят к результату вот поэтому кто в течение двух часов после эфира до 15.00 москвы отправит запрос на приобретение детекс плана тому скидка 3 900 3 900 девочки и вас ждет рацион сбалансированный вкусный обалденный точно больше никогда ни на что не сорветесь так сейчас у меня уже все инстаграм меня вырубает так друзья давайте если у кого-то важные вопросы остались вы сейчас их в новом эфирчике прямо мне тогда и зададите я сейчас завершаю и через минутку я выхожу опять да встречаемся конечно я это все в и все в и в и и и и